Всем привет! Вы смотрите проект 8 вкусов на 8 канале. Меня зовут Дмитрий Беломестнов и сегодня мы в гостях у кафе Иста. А у нас в гостях барабанное шоу Catchers Groove. Михаил и Стас. Привет, ребята! Привет! Ребята, расскажите, как ваше настроение? Как дела? Да отлично, все прекрасно, отличный день. Как всегда, недосып. Спать хочется. Ну, это нормально. Чего ожидаете от нашего проекта? Впервые ли вы вообще в такой истории участвуете? В таком формате впервые, да, интересно очень участвовать. Посмотреть, как работают профессионалы, и опыта набраться, да и вообще пообщаться, это же здорово. Да, к сожалению, про профессионалов это не обо мне, я не умею готовить. Между тем, ребят, рассказывайте, чем будете радовать своих поклонников, какие песни от вас ждать, клипы, куда идти на ваше выступление и когда. У нас в этом году планируются съемки клипа на пару своих песен. Новую песню ждите, да. На предстоящих концертах следите в социальных сетях. Новая песня уже есть, она еще не выпущена в свет. Мы ждем, потому что хотим ее выпустить с клипом сразу. Вы гастролируете, много выступаете. Как с питанием? Хорошо ли вы питаетесь? Когда ты во Владивостоке, вроде бы хорошо, когда ты в поезде, селедка, картошка там, да, что-то было. Тебя всегда поразовало. Да, ну сегодня я вам предлагаю попробовать сюрприз, подарок от бренд-шефа ресторана «Новик Кантри Клаб» Антона Терентьева. Он специально для вас приготовил салат «Цезарь». Выбирайте любой. Вообще здорово. Это такая подзарядка перед началом. Шикарно. И соус просто отличный. Хорошо вкусно, свежо. Ну а пока ребята наслаждаются салатом «Цезарь», я предлагаю вам, дорогие телезрители, посмотреть видео-рецепт от бренд-шефа ресторана «Новик Кантри Клаб» Антона Терентьева. Сегодня мы с вами будем готовить салат «Цезарь». Основа заправки у нас будет с вами легкий майонез «Янта». Тогда мы в него добавим немножко горчицы «Янта», немножко лустричного соуса. И все это дело обмешаем до однородной массы. Возьмем с вами масло «Янта», немножко надем на сковородку и проиграем ее до температуры, наверное, 240 градусов. Грудку мы с вами обжарим с двух сторон до полной готовности. Мы с вами сделаем соус. Нам для этого понадобится легкий майонез «Янта». Это у нас будет основа нашего соуса. Сюда же мы добавим горчички «Янта». Она дает пикантный вкус, немножко остринку. В соус мы добавляем немножечко устричного соуса. Салат мы рвем большими сегментами. Добавляем в нашу заправку. Я немножко покрошу сюда бекона. База нашего салата готова. Выкладываем красиво в тарелочку. Несколько помидорок. Проверим нашу грудку. Она достаточно сочная. Прямо по ней видно. Сделали выкладку нашей куриной грудки. Она была прожарена отлично. Все это дело нам осталось только украсить тертым сыром. Салат у нас готов. Приятного аппетита. Антон, расскажи, что сегодня мы будем готовить. Сегодня мы будем готовить с вами пасту с мясным соусом баллонезе. Мы будем с вами использовать фарш, свежие овощи, томаты Наполи, итальянские томаты, специи песто, сыр пармезан, ну и, конечно, томатную пасту от Янта. Это будет наша томатная основа, с которой будет давать весь вкус этой пасти. А скажите, папа, мама, почему берем всегда мы только Янту в магазине? Янты полные корзины. Все российское, родное, где мы выросли с тобою. Здесь соседи наших труд, тех, кто рядышком живут. Янта есть вкусно. Для начала нам с ребятами понадобится сделать небольшую нарезку свежих овощей. Мы будем резать мелкий кубик. Ребят, не стесняйтесь. Я просто думаю, насколько больно будет сейчас мне. Насколько больно будет пальцем? Да. Ну, как бы, я думаю, у вас все-таки руки, наверное, заточены. Не крюки, как мы говорили в детстве. Не под нож, но работать вы ими умеете. Ребята, вот пока вы режете овощи, расскажите, как часто вы бываете на кухне? Как часто вы готовите? Я каждый день готовлю. У меня, наоборот, у меня жена готовит. Миша, что ты готовишь? Какое твое фирменное блюдо? Пельмень? Пельмень? Нет, конечно же. Я вообще люблю есть овощи и мясо. Я готовлю как вот, как мне придет, я так и готовлю. Могу потушить мясо, сделать салат. Стас, расскажи, какое у тебя фирменное блюдо? Все-таки ты же готовишь. Губаджоу. Губаджоу ты ешь? Губаджоу, ребята, ты готовишь. Для пищеварения, для здоровья, тщательно иду пережевывать, поэтому я и кушаю медленно. А бабушку важно слушать. Бабушку, бабушка, мудрости много говорит, конечно. Дмитрий, а можно я попрошу вас подать мне, пожалуйста, сырое масло от Янты? Конечно. Мы начнем с вами небольшой процесс жарки, как бы приготовления дальнейшего, да? Мы с вами выгрываем сковородки. Здесь мы будем жарить овощи, ребят, потом мы обжарим фарш, добавим немножко чесночка и будем все это заправлять нашим томатным соусом. Также у нас будет свариться паста. Смотрю, анализирую ситуацию. Миша уже сельдерей, измельчил лук, морковь. Стас только половину, луковицу и морковь. Это ты так хитришь? Он готовит чаще на кухню. У вас в группе есть явный лидер? Явный лидер? Да. Или у вас как-то это все так... Ну, у нас Валера. Валера? Да. Это наш звукорежиссер. Валера, привет. Овощи нарезаны. Нарезаны, да. Мы можем видеть, что каждый постарался так, как смог. В принципе, ребята молодцы. Вода у нас уже закипела, да. Михаил сейчас закинет у нас нашу пасту. Мы возьмем, наверное, половинку, где-то грамм 250, я думаю. Будет достаточно, да, для того, чтобы сделать нам три порции. Вот, веером ее можешь раскинуть. Я обычно веером кидаю дома. Да, я дома вею. Так, опа. Опа, видишь, уже почти у нас все готово. Процесс варки у нас начался. Сейчас она постепенно туда войдет. Будем пасту варить из твердых сортов пшеницы. Мы с вами взяли, это у нас баветти, либо лингвини, можно так это называть. Сейчас очень модная и популярная паста. Варить мы будем ее аль денте. Это не спагетти. Это не спагетти, да. Мы сегодня варим не спагетти. Спагетти более как-то банально уже. Расскажите историю создания вашей группы, как все началось. Есть такое понятие, как всему свое время и место. И так получилось, что мы со Стасом как-то встретились в каком-то заведении. В общем, они там с группой сидели, отдыхали. Я ему предложил, рассказал, у меня была идея про музыкальное барабанное шоу. Он сказал, что я тоже об этом думал. Потом мы два месяца не общались. Потом что-то произошло. Каким-то образом пришел какой-то заказ. Откуда-то, хотя еще не было вообще никакого ни шоу, ни проекта, но заказ пришел. Ну и вот с этого все. У меня на тот момент группа была, она сейчас есть, в принципе. И так как мне приходится заниматься переговорами организации, мы с Мишей, когда встретились, обговорили, обменялись идеями, мыслями. Все, мы потом несколько месяцев после этого разговора не виделись. Ну, стал многим уже об этой идее делиться. Что хотелось бы вот шоу, барабаны сделать. А сколько сейчас состав участников? Сколько вас? Ну, есть костяк, минимальный состав, то есть три человека, да, основной состав. Есть еще у нас дополнительные форматы. У нас как бы много форматов различных. Там мы еще подтягиваем тоже музыкантов. То есть, бывает, достигает до семи человек. То есть, такое масштабное, красивое, зрелищное шоу делаете? Ну, бывают, да, вот такие крупные мероприятия, заказы, где нужно масштаб показать. Бывает красиво. Бывает красиво. А песни сами пишете? У нас есть программа, да, она обычно смешанного формата. Там кавера какие-то исполняем со своей музыкой. Да, у нас есть альбом. Ну, что ж так скромно? У нас есть альбом. У нас есть альбом, надо говорить. У нас есть альбом. Вот. И не для рисования, а музыкальный. В 18-м, да, в Новый год мы его, после Нового года мы его, по-моему, в релиз был у него. Мы постарались, туда вошли практически все треки, которые мы сделали за те годы, там, сколько, два-два с половиной года. Вот. И сейчас мы просто выпускаем синглы по отдельности песен. Да, по отдельности. Что для вас важно? Писать песню, музыку? Ту, которая нравится лично вам или ту, которая понравится огромной аудитории, публике? На что вы обращаете внимание при написании песен? Думаю, согласятся мои коллеги. Такая золотая середина, наверное, какая-то. Лично я, как, ну, именно автор, там, текста и, там, гармонии мелодии, я не ориентируюсь на тренд. Не ориентируюсь. Но при создании аранжировки под то, что уже есть, все-таки мы, конечно, анализируем, что сейчас вообще на рынке слушают. Но анализировать очень сложно, потому что столько всего, очень сложно понять, а что действительно тренд. Сегодня этот месяц, вот этот тренд. Следующий месяц, вот этот тренд. Через полгода вообще то, что было полгода назад, уже далеко не тренд, и ты не понимаешь. Очень сложно. И вообще сейчас я замечаю, что устали, мне кажется, люди от трендовой попсы. Просто устали. Вот это поколение, которое 14-15 лет, я имею в виду. Для какой аудитории вы пишете, и все-таки в каком жанре вы работаете, как его можно назвать? Ну, жанр у нас поп-рок. Больше в попсу отклонение. Ну, есть небольшой процент роковой композиции. А аудитория? Ну, у нас нет конкретного, что вот только там ориентируемся на какую-то аудиторию. Ну, по большей части молодежь, конечно, у нас репертуар молодежный. Хотя были мероприятия закрытого типа, когда подходили, там, 50+, мы хотим вас на юбилей позвать, как бы такое было. А просто это срабатывает то, что это не просто группа, да, какая-то попсовая, но что это все-таки формат еще и визуального шоу. Всем возрастам нравится, когда играют на барабанах, переворачивают палочки и там что-то. Ну, то есть это не такое, что... Вышел, пропищал в микрофон, пропел и ушел. Да, то есть это не только одному возрасту как-то интересно. Ну, там и дети были. У нас вообще на сольные концерты, там, в ДК где-то, если мы выступаем, приходят вот отсюда, досюда. И, то есть, вообще, очень сложно срез какой-то понять. И вот я стою иногда и думаю вообще, как кто у нас наш слушатель. Открываю Инстаграм, смотрю аналитику. От где-то, там, 15 до 45. Вот у нас такой разбег тех, кто лайкают, смотрят там и комментируют. Ну, тогда неплохая целевая аудитория. Давайте продолжим готовить. Да, паста наша уже почти словилась. Вот сейчас мы обжарим овощи. Далее я расскажу, чем мы будем заниматься. Мы подготовили фарш. Вы можете взять фарш на любом рынке Владилостополя. Сейчас мы с вами глазируем овощи в масле, добавим туда фаршик и начнем дальше процесс готовки наш. Потом мы будем добавлять с вами томатную пасту от Янта. Я думаю, она даст очень насыщенный вкус нашему соусу. Вот вы рассказывали про то, что пишем песни, не знаю, тренды. Вот я к кулинарии уже лет, наверное, на 10. Как бы если ты не идешь в ногу со временем, да, то ты становишься неинтересен. И о тебе забывают постепенно. Ты вначале взлетаешь, что нужен всем, а потом раз, не нужен. Это то же самое у вас сегодня? Тренд – это такая штука, на мой взгляд, не знаю, как Стас вам сейчас ответит, но вот на мой взгляд, что это очень притянуто за уши вообще, ну, идея. Ты говоришь, что есть, что нравится. Просто нам говорят, что слушать. И мы это слушаем. Думаю, что вот есть, ну, не знаю, есть, наверное, была группа Линкен Парк, которую я очень уважаю, слушаю, там, пытаюсь там каверить, снимать. Они создавали тренд. Вот есть люди, которые идут за трендом, а есть люди, которые создают. Вот с возрастом и со временем я понял, что мне интереснее думать о том, как бы создать тренд, чем постоянно думать, как бы мне успеть за кем-то, за Элджеем там или еще за кем-то, который там… Ну и копировать тоже не хочется, да? Да. Вот приготовить пасту, допустим, да? Ну, эта паста, она, знаешь, это вообще оригинальная паста просто, которая всегда в тренде. Вот. А ты там взял какую-нибудь штуку там и посыпал сверху, и она уже немножко оригинальнее. Ну, то есть вот я о чем говорю. Да так кулинария, это все и складывается сейчас, в принципе. Ну, мне кажется, шоу барабанов – это всегда будет интересно, модно и в тренде. Ну, вот мы записали, у нас еще не выпущен в свет трек. Он будет… Так, в праздник. Да, это будет ближе к лету. Но он такого формата диско-фанк, что-то такое, да. Песня уже была, как бы, у меня в заначке, но хотелось сделать что-то такое светлое. Ну, это позитивный трек. Давай напой. Что-то пересказывать. Да? Давай, эксклюзивно, хотя бы часть припева. Это выбор мой, видеть мир другой, до неба прикоснуться своей рукой. Видеть солнцвет, счастливым жить сто лет, и просто улыбнуться людям в ответ. Ну, это станет хитом, если вы меня пригласите на подтанцовку, я уверен. Я прям вижу. Будем собирать олимпийские. Кстати, о залах. Вы одни из немногих, по-моему, даже единственные, да, в Приморском крае, кто собирает стадионы, но ДК. Есть коллективы, которые ездят, но я просто, мы просто очень активно это делаем, намеренно, вот, потому что, а какой смысл, то есть, если мы говорим там о коммерции, да, постоянно играть в каких-то заведениях за определенный там гонорар, да, все это хорошо. Но если мы уже пишем свою музыку, и у нас есть какой-то свой продукт, так скажем, то его надо нести в массы, на каких-то коммерческих там вечеринках или чего-то еще, не всегда это будет уместно, не всегда это будет удобно там людям, заказчикам. А так, мы решили, что вот этот год мы будем бомбить по Приморью, вот, там уже дальше будем смотреть. Здесь у нас был в Пушкинском театре концерт, недавно, где мы были, Фокина, Фокина, Партизанск. Ну, я бы не сказал, что мы там, правда, в больших количествах даем сольные концерты, да, хотя хочется, на самом деле, больше выступать, ездить. Ну, так как мы все сами организовываем, и сольные концерты проходят в отдаленных населенных пунктах, поэтому, ну, сложно на расстоянии, что-то постоянно контролировать, организовывать. Вот, мы понимаем, чтобы к одному концерту подготовиться, все это организовать, собрать людей, очень много времени уходит нервов. Поэтому мы раз в полгода берем там несколько населенных пунктов, ставим цель и делаем. Что у нас далее? Мясо у нас уже с овощами обжарено, мы далее добавляем нашу томатную основу, томат-паста от Янта. Достаточно будет добавить две ложки. Добавляем томаты Наполи. Можно использовать томаты в собственном соку. Почему я добавляю две томатные основы? Потому что такие томаты в собственном соку не дают настолько томатный вкус, да, как после того, как мы добавили с вами томатную пасту от Янта. Мы добавим немножко основы на прованских травах, ну, кто-то называет эту специю песто, да, дает свой вкус. Добавим с вами соли по вкусу, добавим с вами молотого перца. Только можно это все дело сгладить у нас с сахарком. Кстати, Антон, расскажи, почему именно сахар мы добавляем? Ну, сахар сейчас уберет кислотность, да, и сделает вкус более насыщенный. Полезный лайфхак для вас, телезрители? Ну, всегда нужно добавлять как бы сахар, в любом случае, в томатную основу, потому что, ну, рецепторы, они не у всех выдерживают эту кислотность. Вот, в принципе, паста у нас, соус уже готов, сейчас Стас у нас сюда окунет нашу пасту. Стас так ринулся, как дома, знаете, это все, быстренько. Антон, а мы будем креативно, оригинально? Сегодня подавать, я сделал выкладку в тарелку в одну, и ребята сделают выкладку в свои тарелки. Получилась такая достаточно яркая паста, да, с большим количеством мясного соуса. А я напоминаю, что генеральный партнер проекта «Восемь вкусов» компания Янта. Все, блюдо у нас готово. Как интересно это все, крутится, вертится. Вообще, ребята, как вы относитесь к итальянской кухне? Это же итальянская кухня у нас, да? Ну, сегодня, да, у нас итальянская кухня. Сегодня мы в Италии. Ну, в связи с последними событиями... Мы не полетели в Италию. Мы решили сделать... Здесь Италию. Здесь Италию, да. Потрим свежим сыром. Как ловко у тебя получается. Я пока пальцы себе обтерку все не сотру, у меня не получится. И украсим свежей зеленью. Все, достаточно красиво. Выкладка у нас есть. Это ресторанная подача. Это обычная, можно сказать, ресторанная подача. И если сейчас Михаил перевернет наше блюдо... Представление о итальянской кухне я могу только перевернуть. Ты заберешь себе всю пасту в тарелку, и тогда у нас Стас останется без пасты. Отлично. Это хорошее, ну, как сказать... Оставить его без пасты? Да, хорошая идея. Мне она нравится. Да нет, я же как бы ем как птеродактиль. Ну, как птичка. Стас. Блюдо у нас готово, да? Мы можем продемонстрировать, в принципе. Предлагаю нам попробовать. И пока мы будем это все дело пробовать и кушать, у меня вопрос. Ребят, есть у вас фанаты, поклонники. А есть хейтеры. Это кто? Ну, это антифанаты. А, антифанаты. Это нужно воспринимать нормально. Угу. Мне кажется, любая группа через это проходит. Ну, что, постаралась? Конечно, бывает там. Говорят, негатив. Все хорошо? У меня все волшебно. Я вообще ни разу не видел, вот, по крайней мере, по инстаграму, чтобы кто-то что-то хейтил там. Бывает такое, я скажу. Приходишь на мероприятие, и ведущий такой. Ну, все, все. Вроде бы он знает нас где-то там, видел, слышал. Мы выходим играть первое отделение. Он подбегает за кулисы за первое отделение. Что вы играете? Они не танцуют. Вы должны... И у него там паника такая. А они все первое отделение вот так стоят с телефонами просто. Все вот открыли, да? Я говорю, да подожди. Говорю, дай им дойти до второго отделения. Нет, переделывайте второе отделение, покажите, что вы играете. Второе отделение отыгрываем, все на ушах. И он уже за кулисы подходит. Вы такие молодцы. Я беру свои слова обратно. Постоянно такая история. Так, ребят, ну давайте делитесь своими впечатлениями от блюда. Сидеврали. Мне очень нравится. Я редко ем вообще томаты и помидоры, но вот это мне очень понравилось. Очень Стасу тоже очень нравится. Но Стас ест. Как все. Стас ест молчит. Ну это, я сейчас фото и все, да, и дома тоже буду готовить. На самом деле это же самая лучшая оценка, когда человек чай ест. Знаешь, что, как говорится, пустая тарелка и у косошка вот так вот крест на пить. А вы знаете, что я сейчас... За самое лучшее уважение. Ребят, я предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям. Хочется пожелать прекрасной весны и теплой, чтобы этот снег уже ушел с наших глаз долой. Вот, любви, взаимопонимания, счастья в семьях и всего самого лучшего. Ну и музыки хорошей, конечно. Приходите на концерты. Это сейчас Стас скажет, это его слова. Да, сейчас он доживет пасту. Мечтайте о крупном. Стремитесь к большой цели. Никогда не сдавайтесь, не опускайте руки. Не бойтесь трудностей. Приходите на наши концерты. Мы вас разгрузим. Сделаем вас счастливее. Идя у вас. Любой вас. А скажите, папа, мама, почему берем всегда мы только Янту в магазине? Янты полные корзины. Все российское, родное. Где мы выросли с тобою? Здесь соседи наших труд. Тех, кто рядышком живут. Янта. Есть вкусно. Вы смотрели проект «Восемь вкусов» на восьмом канале. До новых встреч. А у нас в гостях барабанщики. Барабанщики. Как у тебя фамилия? Михаил Курлыков. Можно просто Михаил и Стас? У меня сложно с фамилиями. Я предлагаю вам, наши дорогие телезрители, посмотреть видеорецепт от бренд ШНП2. Ребят, вы можете покушать. Салат-бомба. Раз, раз, раз. Один, один, один. Что это такое? Что это технику сбежет? Что такое? Я сейчас буду плакать и кричать. Я вам уже закладку сделал, если честно. В смысле, внутрь себя. Миша, я имею в виду, что он бы поскорее себя напичкал. С большим количеством мясного сока. А я напоминаю... Ничего не напоминаю. Кстати, знаете, какой прикольный факт? Я не умею есть пасту. Там же ложка она. Выкладываться. Так позорнул себя вообще. Вообще. Не умею есть. Льешь шьюку и... Скажу так, это бомба, персик, рокета. Уважаемые операторы, мы готовые блюда отсняли. У нас есть на кадрах они? Есть? Ну, слава богу. Так, все, ушла из кадра. Я доем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...